Всем привет! Сегодня поговорим про еще одну интересную тему по поводу мобильной фотографии, а именно боке и размытый задний план. Фотографии с таким оптическим эффектом несложно получить на большие фотоаппараты, а вот на смартфоны это тяжело, но возможно. И сегодня я расскажу как. Но для начала несколько примеров для затравки. Эти фотографии я сделал на свой смартфон. Для чего же нужно размывать что-то на фотографии? Чаще всего это делается, чтобы отделить главный объект от фона, чтобы подчеркнуть его. К примеру, на этой фотографии главный объект это девушка. Фон в данном случае тоже важен, он создает атмосферу приключений. Но если бы машина сзади была в фокусе, то на снимке была бы каша. Давайте же теперь разберемся, как добиться максимально красивого и правильного эффекта размытия и боке, фотографируя на смартфон. Первое это снимать с близка. Когда вы фотографируете на смартфон пейзажи, человека в полный рост или вообще что-нибудь достаточно сильно отдаленное от объектива вашего устройства, получить размытие невозможно, потому что все камеры в мобильных телефонах широкоугольные, а матрицы в них маленькие. Но если объект съемки расположен близко к объективу смартфона и вы фокусируетесь на самом близлежащем предмете, то фон получится размыть. Вот вам несколько примеров. Кстати, иногда можно размыть передний план, чтобы отделить его от главного объекта в кадре. В этом случае уже не этот объект должен быть максимально близко к объективу, а непосредственно передний план. Вот вам несколько примеров. Второе. Снимать на макрообъектив. Если вы используете макрообъектив, надев его на свой смартфон при съемке, задний план в любом случае размоется в хлам. Это выглядит красиво, но главный предмет съемки должен хорошо выделяться, чтобы в кадре не было сплошного мыла. Вот вам несколько удачных примеров макросъемки на смартфон. Вот вам еще маленький лайфхак. Используя макрообъектив, можно сделать всю фотографию не в фокусе, но при этом она будет уникальной и красивой. Делается это следующим образом. Вы надеваете макрообъектив, фокусируетесь на чем-то очень близлежащем к камере, к примеру, на пальце, фиксируете фокусное расстояние при помощи обычного удержания пальца на экране смартфона и потом убираете палец, фотографируете какие-то, например, огни. Вот один из примеров. Третье. Снимать на iPhone 7 Plus. Если вы только планируете приобрести себе смартфон и точно хотите делать красивые фотографии, включая фотографии с размытым задним фоном, обратите внимание именно на этот смартфон. У него есть вторая портретная камера сзади и специализированный портретный режим. В нем смартфон берет информацию о расстоянии до разных объектов в кадре с двух камер, после чего грамотно размывает фон. Получаются фотографии наиболее похожие на те, что делаются на большие зеркальные камеры. Четвертое. Размыть фон вручную в одном из редакторов на вашем смартфоне. Это в тех случаях, если вы все же хотите сфотографировать человека в полный рост, смартфон не позволит добиться такого эффекта, но, к примеру, в Snapseed вы сможете размыть фон. Однако это надо делать крайне аккуратно и занимает такая процедура довольно много времени и сил. Вот вам несколько примеров, снятых на смартфон. Давайте так, если это видео соберет тысячу лайков, то я сниму отдельный ролик, в котором покажу, как в Snapseed можно создать размытый фон. Вот и все, других способов я не знаю, однако уверен, что уже в ближайшее время появятся ни один и ни два новые смартфона, которые смогут так же, как iPhone 7 Plus, грамотно размывать задний фон, отделяя его от главного объекта в кадре. Если тебе понравилось это видео, то подпишись на канал, поставь этому ролику палец вверх, а также смотри на нашем канале ролики про то, как снимать фото ночью и как обрабатывать фотографии на вашем смартфоне.